Ну, ну, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, мы находимся в каком-то потрясающем месте. Я когда сюда заезжала, во-первых, проезжаешь, здесь уже красиво, и есть такое ощущение, ну, какой-то... Как будто я в мечте, какой-то сказке я попадаю. И дальше я заезжаю, значит, в это очень уютное и приятное по атмосфере пространство. Давайте расскажем, что это, и вы являетесь руководителем этого прекрасного театра. Да, вы в Московском театре роста в Царицыно, и так уж повелось, что наши постоянные зрители, которые уже знают, да, что у нас тут так красиво, они приезжают с детьми заранее именно для того, чтобы погулять сначала по Царицыно, потом перекусить, и потом прийти насладиться искусством. Поэтому, да, у нас тут красота. И все, кто приходят к нам в театр, отмечают вот то, о чем вы сказали, атмосферу, атмосферу домашнюю. Десять лет руководства, вы востребованная артистка, вы играете в кино, вы играете в театре. Вот расскажите мне, как вы это успеваете? Потому что, ну, мне кажется, это две разные какие-то все-таки профессии. Абсолютно разные профессии. Вздохнули. Нон Валентинных у друг и Нон Гришаева артистка, а я здесь тоже работаю артисткой, я играющий тренер, как я это называю, они сосуществуют, немного мешая друг другу. Объясню. Вот сегодня у меня чайка, да, но перед чайкой, вот интервью и еще совещание. И обычно за то время, которое выделено для совещания, не успевается решить огромное количество вопросов, накопившихся. И уже я сажусь на грим, уже гримируюсь, как-то уже надо выживаться в Аркадину, а ко мне продолжается поток. А вам еще докидывают вопросы. Поток, да, дел, которые надо решать не артистке, а худруку. И то же самое, когда я прихожу на репетицию, репетировать, да, на сцену, ту же самую Аркадину, например, и вдруг я вижу, что где-то что-то на сцене с декорацией не так, или что-то тут же... Потрясающе. Получается худрук, вызывает всех на ковер и начинает раздавать указания. Мне кажется, у вас это... Вот так, как вы рассказываете, мне кажется, достаточно очень ловко у вас получается. Вы больше ориентированы на семейный театр или сейчас идете в сторону молодежного? Мы семейный театр, мы так и позиционируемся, потому что у нас спектакли для всех возрастов. И для меня принципиально важно, чтобы родители, которые приводят детей в наш театр, чтобы они не скучали на спектакли. Поэтому есть у нас спектакли, в которых прям прописаны авторами шутки для детей и шутки для взрослых. Именно чтобы взрослым тоже было интересно. Это здорово, потому что всегда ты приводишь ребенка на детский спектакль, и родитель, конечно, уже сходит с ума. Вот я очень этого не люблю, именно поэтому стараемся сделать так, чтобы было всем интересно. Это потрясающе. А как вот кардинально изменился, на мой взгляд, кардинально изменился театр с вашим приходом? Первым делом я взялась за музыкальные спектакли. И наш театр, так немножко вектор, сместился в музыкальную сторону. Плюс я перевела все спектакли, которые до этого были фонограммными, я перевела в живой звук. Никто не страдал, никто не говорил вам, пожалуйста, зачем, что вы делаете? Я не умею петь. Не умеешь – не пой. Ага. Извините. Да, я взяла в театр большое количество поющих артистов. И здесь и так труппа была замечательная. У нас даже был такой момент, когда я уговорила своего друга Алексея Франдетти поставить у нас мюзикл «Питер Пен». И Леша говорит, мне нужен кастинг, мне нужно познакомиться с твоими артистами. И мы устроили кастинг, после которого Леша мне говорит, ну, я привык, что я прихожу в драматический театр, там, ну, два, ну, три поющих артиста. Ну, хорошо, четыре. У тебя пятнадцать. А как тебе это удалось? Я говорю, ну, работали, старались. И это случилось, и это произошло. Ваш театр вот больше про развлечения или воспитание новой аудитории? Больше воспитания, безусловно. Но это и то, и другое. Потому что я считаю, что если вас только воспитывать, не получится. В чем хорошим не закончится. Воспитывать надо в развлекательной форме. И тогда все совпадет. Тогда ребенку будет интересно. Много я читала про ваш новый спектакль, ну, точнее, он уже не совсем новый, который называется «Лучший город Земли». Я прочитала, мне кажется, огромное количество информации в интернете. Ну, ничего, ну, вообще, ну, нигде ничего не говорится. Нет аннотации, потому что вы заявляете, что тогда зрителю будет неинтересно. Я так понимаю, что это иммерсивный спектакль, где зритель является главным героем. Да, это спектакль не совсем театра. Это спектакль фонда Нонны Гришаевой. И мы очень благодарны президентскому фонду культурных инициатив за грант, который мы получили на этот проект. Это действительно гордость моя и нашего фонда, и нашего театра. Просто заняты в основном наши артисты в этом проекте. Мы приезжаем, теперь уже очередь стоит. Нас уже приглашают, да, мы съездили. Мы сыграли три спектакля в Нижнем Новгороде, три спектакля в Казани, три спектакля в Москве. И... А что это за маркетинговый ход? Приходите, посмотрите. То есть вы ничего для этого не даете, и при этом к вам идут люди. Ну, то есть уникальность какая-то. Ну, потому что... Потому что этот проект уникален действительно тем, что такого раньше никто не делал. Никто раньше за вот эти полтора часа спектакля не создавал песню о городе, в который мы приезжаем. И песня эта действительно происходит... Здесь и сейчас? Здесь и сейчас вместе со зрителями. Зрители участвуют в написании этой песни. Зрители дают факты о своем городе, любимом, из которых на их глазах рождается песня. В конце поет весь зал. Это правда, это очень круто. У меня аж мурашки пошли. А как это возможно? Потом мы дарим эту песню городу. Ее записывает звезда. Это гимн, да? Да, это получается абсолютный гимн. Например, песню для Нижнего Новгорода записала Лариса Александровна Долина. Извините. Да, песню для Казани, Алсу, потому что она оттуда. То есть, ну, такой прям проект нашей гордости. А Москва? Есть у нас песни уже? Конечно. Да? Все? Уже четыре. Уже четыре даже? Одну из которых записала Дианочка Гурцкая. То есть, можно уже послушать? То есть, хотя... Это все есть у нас в наших соцсетях. Фонд Нонагрешаево и там все есть. Можно и прям послушать можно? И послушать, и проголосовать. Шло же голосование. Если три песни, надо было выбрать одну лучшую, которую запишет звезда. Там целый процесс. Хорошо, но а не было такого, что зритель не готов с вами сотрудничать? Или там такое количество зрителей, что кто-то да найдется? Ну, кто-то, если зажмется, ну, кто-то сидит рядом, кто не зажмется и пойдет на сцену или кинет какой-то факт интересный. Хорошо. В основном они очень откликаются так душевно. Потому что это действительно интересно. А кто эти люди, которые в итоге за какое-то абсолютно короткое время пишут эту песню? То есть, это где-то за кулисами? Или это происходит непосредственно на сцене? Непосредственно на сцене. То есть, сами артисты? И за кулисами. И у нас участвует потрясающий молодой поэт Вениамин Борисов, который вот из этих фактов, собранных от зрителей, тут же их облекает в стихотворную форму. Сейчас вот было открытие сезона. Как это у вас происходит? Вы понимаете все-таки с точки зрения коммерческих каких-то моментов, да? Или это все идет вот от сердца? Вот захотелось, вот что-то вот в голову придумалось? Или выстраиваете какие-то хитрости? Мы находим золотую середину. Ну, конечно же, от сердца. То есть, если ко мне... Если я вижу у Леши Франдетти татуировку летящего зеленого человечка... Я в детстве играла в Энди, когда мне было 10 лет на сцене Одесского театра Оперетта. Это моя первая роль. Я вижу, я понимаю, что... А, Леша тоже любит. И, ну, то есть вот сердце откликается. Если ко мне приходит Даша Борисова, замечательный режиссер, и говорит, у меня есть цветик, семицветик. И у меня сразу срабатывает, потому что я помню в детстве, как я плакала над этой историей, как она меня трогала, как она учит добру детей. И я сразу говорю, да, Даша. Понимаете? А, безусловно, мы не можем не думать при этом о коммерческой составляющей, потому что театру надо на что-то жить, выживать. И именно поэтому у нас очень много музыкальных спектаклей, потому что детям даже произведения школьной программы легче воспринимать в музыкальной форме. Именно поэтому у нас «Ревизор» — это музыкальный спектакль. Именно поэтому у нас «Бесприданница» — это музыкальный спектакль. И так приятно в конце слышать, что говорят дети, ну, уже подростки, потому что, да, это школьная программа старших классов, выходя из зала. То есть такие... В восторге. Это, ну, это безумно приятно. Ты понимаешь, что всё не зря. Один мальчик вышел, я даже не представлял, говорит, что с такой скучной пьесой можно сделать такой крутой мюзикл. Ну, в наше время это серьёзная похвала от подростков, потому что они всё время же сидят в социальных сетях, у них на самом... Ну, все это знают. Они все больны гаджетоманией. У них память вот этой клиповости, да, там маленький текст прочитать и ролик на минуту посмотреть, всё дальше, они уже выключаются. Поэтому это большие показатели, когда подростки приходят, им нравятся, любят, особенно в наше время. Потому что я не знаю, чем ещё их можно вообще заинтересовать. Да. Хочу пообщаться с вами по поводу вашей кинокарьеры. Я посмотрела, значит, потрясающий трейлер. У вас выходит премьера драма-коведия про мою маму и про меня. Вот, это 70-е СССР. Ну, как там приятно вот это всё точно. Я просто сама... Я сама восьмидесятник. Как это... Ну, да, восьмидесятник. Как там всё очень как-то тепло. И вот защемило вот сердечко у меня, потому что... Ну, случилось как-то. Вот я поверила. Много сейчас выходит разных сериалов, не будем называть эти известные названия, когда ты говоришь, «Ну, ребят, ну что это?» Ну, хорошая жвачка, но не попадает. Вот расскажите мне про проект, про вашу роль и про такие отношения матери с дочкой. Дело в том, что этот материал проверен временем. Это... Этот спектакль идёт уже 9 лет в нашем театре с неизменным успехом. уже не нуждается в рекламе, потому что работает сарафанное радио. То есть люди пришли, посмотрели, рассказали друзьям, знакомым. На этот спектакль невозможно достать билет. И поскольку эта история автобиографическая, автор пьесы, Лена Исаева, она же главная героиня, она решила сделать из этого сценарий, переработала пьесу сценарий. И мы стали работать над поиском средств продюсера, режиссёра. И вот когда собралась замечательная команда, плюс ещё композитор замечательный, Иван Урюпин, который написал специально песни для этого фильма, фильм стал ещё и немножко музыкальным. Знаете, слегка, казалось, как будто я смотрю «Москва, связанный ветвь». Я не знаю, почему у меня сразу пролетела эта мысль, хотя это опасно, да? Это великое произведение. Но вот у меня где-то пролетело это. Есть там кое-какие... Да, какие-то такие моменты. Да. И любуешься Москвой, конечно, безусловно, с той старой. Но мы очень надеемся, что эта история попадёт каждому в сердце, потому что мы, вот мы все, кто создавали, да, мы каждый вложил частичку своей души в эту историю. И очень-очень надеемся, что людям... Люди соскучились по таким душевным фильмам. 17 лет в счастливом браке. 17 лет. Ну, это серьёзная цифра. Ну, по крайней мере, на мой взгляд, так точно. Я 11, поэтому я понимаю, что это большой как бы труд. Банальный вопрос, но не могу вам его не задать, потому что, ну, срок большой. В чём успех, секрет? Всё очень просто. Нельзя... Просто брак, семья — это труд. Бесконечный труд. Это ты должен научиться наступать на какие-то свои хотелки ради любимого. Ты должен от чего-то отказываться. Это жертвенность. И ни в коем случае нельзя расслабляться и плыть по волнам. Обязательно вот этот костёр, у него надо подбрасывать дрова. Надо продолжать удивлять друг друга. И мы вот с супругом это постоянно делаем. Я вижу вашу улыбку сейчас. Я думаю, что значит подбрасывать дрова в огонь? Сюрпризы. 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 Делать друг другу. Удивлять друг друга. Радовать друг друга. Это так важно. Вы ведёте мастерскую в ГИТИСе. Нет. Уже нет? Ну, нет, конечно. Ну, я знаю, что у вас был курс. В прошлом году выпустился. Сейчас уже не ведёте? Нет. Не собираетесь больше вести? Ну, я видела фотографии... Подождите, я ж покраснела. Я видела фотографии ваших студентов, которые вы взяли в итоге в театр. Да. Да. А почему больше не хотите? Тяжело? Потому что ежегодно выпускается армия безработных артистов. Армия. А я, как гиперответственный человек, я за каждого из них билась и продолжаю биться. Понимаете? Я не могу... Когда у матери много детей, это тяжело. Я по-другому не могу. Есть мастера, которые выпускают, им плевать, что дальше с их учениками. Я не могу так. Поэтому вот... То есть вы так пропускаете всё через себя, что вы не готовы... Ну, подождите, но вы же делитесь своим опытом, своей энергией. Ну, а куда же их потом? У меня каждый май месяц начинает обрываться телефон и не посмотрите моих, а не посмотрите. А где ставки брать? Это ужасно. Ужасно. Армия безработных студентов, артистов каждый год выпускается. Ну, я надеюсь, что всё-таки там через какое-то время вы выпустите этот пар. После выпуска своих студентов у вас освободится больше места, у вас появится больше денег, и вы сможете себе позволить расширяться. Но это здорово, что вы всех своих студентов практически берёте сразу в театр. Это правильная система. У меня не всех. Я взяла 9 человек. Их было 23, но из 23-х 20 попали в театр. Ну, значит... Это большой, хороший показатель. Подождите, тогда вы лукавите. Ну, у меня арти... Я воспитала... Я просто... Таких, как у меня, просто нет нигде. Я же воспитываю универсальных артистов. Пойдите, найдите таких. Ну, вы, наверное, каждому в театр ещё позвонили. Конечно. Вы же ещё это испродюсировали. Ну, а как же. Тогда да, это большая работа и сложная. Так, и книжка «Советы девочкам». Вот я прям смотрю на неё... «Советы дочкам». Дочкам, господи, почему девочкам, я сказала. А можно мне её взять же, да? Давайте и так сделаем, да? Можно я её потрогаю? Да, конечно. Папиным и маминам. Боже, всё, что хотят знать подростки. Потрясающе. Так, сейчас извините. «Советы дочкам». Папиным и маминам. Ну, что-то очень прям такое тоже уютное и тёплое. Нет такого ощущения, что я взяла какую-то тяжёлую книгу и там сейчас будет на каком-то мне непонятном языке. Да, тут всё для девочек, подростков, у которых вот сложный тот самый переходный период, когда они не понимают порой, что с ними происходит. Тут всё объясняется и даются советы, как с этим быть, как с этим жить, как выбрать правильный путь в жизни и так далее. Такая душевная тоже книга. я писала её, когда моей дочери как раз было 14 лет. А кто почитать будет? Подростки? Да, да, это для подростков и для мам, конечно. Большая аудитория. Потому что там такие темы поднимаются, на которые мамы почему-то стесняются с девочками говорить о половом созревании, а это надо делать обязательно. Задаю вам последний вопрос. Если бы Москва была реальной женщиной, вот как бы она выглядела? Чем бы она интересовалась? Как бы она была одета? Какие-то её внешние данные? Это однозначно... Вот у меня перед глазами образ деловой женщины. Это мужской брючный костюм, кроссовки. Такие волосы где-то... Средняя длина. Средне уложенные, да. Очки стильные. Умная, читающая, начитанная, ироничная. Как-то так. А чем бы она увлекалась? Я думаю, что она, конечно, театралка. и, может быть, спорт. Мне кажется, вы описали себя, и вы очень подходите как раз на главную героиню, чтобы сыграть этот потрясающий наш город. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.